Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК-42, дневной выпуск новостей. В студии Сергей Уланов. В городском Акимате прошло заседание, в ходе которого обсуждались вопросы предупреждения гибели людей на воде в купальный период и готовности к пожароопасному периоду. Мероприятие прошло под председательством Акима Гордона и Римана Турегалиева. Также в заседании приняли участие руководители отделов, организаций и предприятий. Подробности в сюжете. В 2016 году на водоемах Уральска утонуло 6 человек, 2 из которых несовершеннолетние. Основными причинами гибели людей на водоемах является купание в неустановленных местах, личная неосторожность граждан, дети, оставленные без присмотра взрослых, купание в состоянии алкогольного опьянения. Работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций в летний купальний сезон направлена в первую очередь на недопущение гибели детей. Со всеми детьми мы проводим воспитательные беседы о правилах поведения на водоемах. Ученики начальных классов пишут диктанты на эту тему, участвуют в тренингах, а старшеклассники участвуют в семинарах. В первую очередь ответственность лежит на родителях, поэтому в каждом классе проводятся родительские собрания на тему правил поведения на водоемах. С руководителями лагерей, где отдыхают дети, мы проводим онлайн-конференции. Каждому из них направили инструкции по обеспечению безопасности на водоемах. На сегодняшний день зарегистрировано 219 случаев загораний. Из них 108 – загорание сухой травы и камыша. В целях обеспечения выполнения мероприятий по защите населения и территории города во время пожаров ведется определенная работа с акиматами сельских округов, руководителями служб гражданской защиты, руководителями организаций и предприятий. Также на лесостепные пожары привлекается государственное учреждение по охране лесов и животного мира. Проводится работа по очистке лесоснаждения от валиджа, сухостоя. За вот эти вот 5 месяцев проведена уборка на площади 9 гектар с выборкой 600 кубометров древесины. Ну вот на днях планируем встречи с дачными садоводскими обществами. Аким Гордон и Риман Турегалиев поручил всем службам быть готовыми к наступлению пожароопасного периода. Сергей Уланов, Айбуладж ГПР, Рустам Джимашев, ТДК-42. В районе Римзавода наблюдается высокая криминогенная обстановка. Именно там стартовала реализация проекта «Начни с себя», разработанной прокуратурой совместно с Акиматом и ДВД. Проект нацелен на формирование в обществе принципа нулевой терпимости к беспорядкам и мелким правонарушениям. В рамках реализации проекта «Начни с себя» прокуратурой города определен участок между улицами Руженниково и Урудинской в районе Римзавода, где будет вестись работа, направленная на улучшение качества жизни граждан в результате тесного взаимодействия общества и государства. Выбор района обусловлен высокой криминогенной обстановкой и низким качеством благоустройства территории. Из более 3,5 тысяч правонарушений, совершенных на территории города, 114 приходится на район Римзавода. «Основной призыв взаимодействия общества и государства, населения. Мы проанализировали, именно этот район нам показался более таким неблагополучным в этой части, в части статистики, в части криминогенной ситуации. И мы все свои усилия в ближайшее время, на протяжении этого года, хотим бросить сюда, как пилотный. То есть на весь город, мы хотим на отдельно взятой территории, на отдельно взятой зоне реализовать все-таки этот принцип нулевой терпимости к беспорядку и мелким правонарушениям». В ходе рейда сотрудники прокуратуры и местной полицейской службы проинспектировали обстановку на районе, пообщались с местными жителями и проверили работу камер наружного видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что в реализации проекта необходимо активное участие самих жителей. «Необходимы усилия и самих жителей района. Почему? Потому что непосредственно местные исполнительные органы, правоохранительные органы, мы со своей стороны подключаем ресурсы, привлекаем людей, стараемся провести необходимые все мероприятия. Но если, конечно, не будет изменения именно самих жильцов этого района, то, конечно, здесь немножко будет вопрос возникать». В дальнейшем планируется проведение работы, направленной на повышение уровня занятости жителей района, предупреждение о совершении правонарушений, особенно несовершеннолетними. В Западно-Казахстанской области в этом году заканчивают школу более 4200 учеников. 76% из них будут принимать участие в едином национальном тестировании. Об этом сообщили на брифинге в местном филиале службы центральных коммуникаций. Руководитель управления образования Айгуль Монбаева заявила, что выпускные вечера разрешено проводить только в стенах учебных заведений. В этом году все школьники будут сдавать выпускные экзамены. Они пройдут с 29 мая по 9 июня. 14 июня пройдет выпускной вечер. Сразу же после этого школьники, желающие поступить в ВУЗы, начнут готовиться к ЕНТ. Его намечено провести с 20 июня по 1 июля. «Самый высокий балл НТ-140. Дата проведения ЕНТ с 20 июня по 1 июля 2017 года. По области тестирования будет проводиться в 9 пунктах в районных центрах Акжаевского, Буллинского, Жангалинского, Жаневевского, Косталовского, Каратюбинского, Сарамского района, а также в областных центрах 2 пункта». Еще в ноябре прошлого года во всех райцентрах и городе прошли встречи с родителями, выпускниками администрации школ в целях разъяснения нового формата ЕНТ и итоговой аттестации. «Задание разделилось на два блока. Первый блок – это обязательные предметы, и второй блок – это профильные предметы. Единый национальный тестирование, как уже отметил, пройдет по республике с 20 июня по 1 июля. В целом максимальный балл здесь отметим 140, минимальный для поступления в ВУЗы, 50 баллов». В области создан штаб по контролю за проведением выпускных вечеров. Также будет установлен контроль за тем, что выпускники не дарили подарков преподавателям. Нарушителям запрета пригрозили увольнение. «Мы получили рекомендательные письма Министерства образования и науки о проведении выпускных вечеров и вручения аттестатов о среднем образовании. Поэтому мы издали приказ вручения аттестатов о среднем образовании на стенах школы. Потому что вручение аттестатов в жизни один раз же бывает. Поэтому мы приказ в торжественном виде с участием ветеранов школы, с участием общественности, с участием выпускников прошлых лет мы предлагаем на стенах школы». Между тем в руководстве управления образования заявили, что выпускники вправе оказывать спонсорскую помощь школьным фондам. Роман Копнеев, Ербул Аманшин, Александр Грабарев, ТДК-42. Юные таланты – будущее страны. Городское отдел образования подвел итоги большого мероприятия «Дарын-2017». В нем приняли участие школьники всех среднеобразовательных учебных заведений. В уральский конкурс состоялся впервые. В ходе него жюри отобрали самые лучшие творческие, спортивные и научные номера. После нескольких отборочных туров состоялась торжественная церемония награждения. Сопровождалась она концертными номерами, которые подготовили сами школьники. Талант в той или иной сфере есть практически у всех детей. В этом уверены педагоги. Необходимо его лишь раскрыть. И здесь прийти на помощь должны квалифицированные специалисты. С целью выявления талантов сотрудники городского отдела образования организовали конкурс «Дарын-2017». В нем приняли участие дети из всех 48 школ. Талантливых детей очень много. Способных детей много. Родители достойных воспитания, достойных похвалы и поощрения предостаточно. Поэтому на таких позитивных, на таких хороших примерах, я думаю, мы должны воспитывать поколение. Не только поколение, но и общество в целом. В ходе конкурсного отбора участники представляли различные работы. Научные проекты, вокал, демонстрировали спортивные навыки. Выбрать среди множества самых достойных было непросто. Но все же это пришлось сделать. Самых успешных от лица отдела образования и Акимата поощрили грамотами. Для каждого школьника эта победа – вклад в багаж достижений. ДОСТИЖЕНИЕ ГРАН-ПРИ я выиграл международный конкурс Аху Когершин, который проходил в городе Астана. Также в этом году я планирую поступить в музыкальный колледж при Казахском национальном университете искусств. Надеюсь, что у меня все получится. Педагоги отмечают, что подобные конкурсы станут доброй традицией. И вместе с тем стимулом для ребят к дальнейшим победам. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин